Хозяева поля активно начали игру. Уже на четвертой минуте встречи Владиславу Политаеву пришлось продемонстрировать свое мастерство после прицельного удара защитника-биолога Магомеда Переева. Завершая быструю атаку хозяев, из убойной позиции выше ворот пробил Александр Борисов. Затем таганрожцы отодвинули игру от своих ворот и начали создавать моменты в штрафной площади биолога. Хорошую возможность открыть счет упустили Никита Хлынов и Алексей Горюшкин. А после удара головой Рашида Магомедова мяч пролетел рядом со штангой. Гости ответили мощным выстрелом Дмитрия Переверзева, которая отразила стойка ворот. На тридцатой минуте красивую атаку Форте завершал Петр Володкин, но отлично сыграл вратарь биолога Олег Суворов. И все же на тридцать первой минуте таганрожцам удалась результативная атака. Ратмир Машезов пасом нашел Рашида Магомедова на линии штрафной площади биолога и форвард Форте, перебросив мяч через защитника, точным ударом открыл счет. 0-1 Уже через пять минут хозяева поля провели быструю атаку и Дмитрий Переверзев из убойной позиции пробил рядом со штангой. А на последней минуте первого тайма Шамиль Садуев мог увеличить счет. Обыграв нескольких соперников подряд, он вошел в штрафную площадь биолога и пробил, но Олег Суворов отстоял свои ворота. Во втором тайме игра продолжалась на встречных курсах. Таганрожцы стремились закрепить свой успех, а новокубанцы сравнять счет. На 66-й минуте полузащитник хозяев поля Александр Борисов пробил штангу, а на 71-й удар Ильи Юрченко с угла вратарской отразил галкипер биолога Олег Суворов. Самыми драматичными оказались минуты, добавленные ко второму тайму. На 93-й минуте вышедший на замену Роман Романов, использовав ошибку защитника-биолога, вышел один на один с фратарем, но переиграть Олега Суворова, нападающий Форте, не смог. На 95-й минуте после отличного выстрела Александра Борисова, уже галкипер Форте в красивом прыжке перевел мяч через перекладину. Угловой, подача и прекрасно игравший всю встречу Владислав Политаев неловко поймал мяч, выронил его и защитник биолога Магомед Переев протолкнул мяч в ворота 1-1. Так завершилась эта драматическая игра. Упустив победу на последних секундах встречи, Форте потерял очки и опустился на седьмую строчку турнирной таблицы зоны юг. Игра 15-го тура пройдет на Форте-арене 29 октября с командой Кубань Холдинг из станицы Павловской.